всем привет мы продолжаем обзор свежих новинок в масштабе 1 к 43 и сегодня я вам покажу модель от xo models это седельный тягач freetliner flc 120-64t данная масштабная копия копирует прототип 1977 года и в плане окраски эта масштабная копия точно такая же как автомобиль с рекламного плаката хотя есть некоторые нюансы например на рекламном автомобиле также присутствовал спальный отсек тут просто машина с дневной кабиной но тем не менее модель мне очень понравилась и такой freetliner в 43 масштабе до данного момента промышленным способом никто так и не выпустил были попытки у neoscale models делать серию американских седельных тягачей в 43 масштабе но пока что эта серия на паузе почему-то данный производитель переключился на более маленький 64 масштаб а xo подхватил инициативу и они выпускают эти модели не только в регулярной серии но и в различных европейских журнальных сериях и если мне не изменяет память такая серия сейчас выходит в испании и во франции и данный freetliner также выходил в журнальной серии вместе с полуприцепом для перевозки жидкого азота и журнальная машина в точности копирует автомобиль киногероя из фильма терминатор 2 и хотел ту модель в коллекцию но помимо завышенной цены на аукционах также у этих моделей из испании очень высокая доставка порядка 50 евро так что нет смысла покупать журнальный аналог а взял пока что в коллекцию вот такой выставочный экземпляр от xo и тут коробочка стандартного размера вполне симпатичное оформление на нижней стороне упаковки есть различная информация которая касается данного бренда и эти модели изготовлены в бангладеше если сравнивать современную продукцию xo с другими брендами например ssm deep models то у xo лучше качество покраски и качество сборки есть маленькие недочеты но они не так сильно бросаются в глаза как у других брендов и также есть наклейка которая нам говорит что эта модель сделана по лицензии daimler есть артикул по которому можно найти модель в интернете указан прототип freightliner flc 120-64t и масштабная копия повторюсь копирует прототип 77 года и давайте распакуем коробочку посмотрим на этот грузовичок поближе я уже распаковывал эту модель и немножко ослаблял крепежные винты и видимо винтики закручиваются каким-то инструментом потому что они были настолько сильно затянуты я чуть ли не сломал шляпку винта и пришлось брать специнструмент для ослабления болтика вот так выглядит данный грузовик тут также присутствует страховочный блистер чтобы модель не повредилась при транспортировке и как раз вы можете посмотреть как окрашена кабина очень красивый бежево-золотистый цвет металлик с мелким зерном краска отлично подобрана также тут окрашены сиденья коричневым цветом выделена панель приборов также прекрасно проработано рулевое колесо очень много хрома как принято на американских сидельных тягачах той эпохи прекрасно смотрятся зеркала заднего вида у них пластиковые ножки но они выполнены не хуже чем аналоги из фототравления например на моделях от neil также тут на водительском зеркале присутствует антенна а с правой стороны небольшой кончик и мне казалось что на моей модели антенна попросту сломана но посмотрел на фотографиях аналогичного грузовика в интернете точно такое же решение видимо или на всех моделях ломаются антенны или так было задумано изначально напишите в комментариях если у вас такой же грузовик как у него дела обстоят с этими элементами также тут оранжевой краской обозначили поворотники на кронштейнах зеркал дворники из фототравления прекрасно проработана решетка радиатора это массивный элемент и тут черной краской выделили отверстие присутствует надпись freightliner вполне хорошая светотехника на фарах есть рассеиватели но конечно вид портят черные точки и это больше присуще моделям и журнальной серии но xo никогда не позиционировался как премиум бренд это машины среднего ценового сегмента так что я думаю в данном случае это простительно и светотехнику при желании можно доработать вполне хороший передний бампер правда chrome имеет некоторые потертости и в этом плане лучше хромированные детали у neo у dipa у minichamps и так далее тут видимо пытаются деталь как-то полировать и как раз видны разводы характерные для полировочного круга также тут установили регистрационный номерной знак штата калифорния присутствуют небольшие противотуманные фары вполне хорошо сделаны колесные диски и по дизайну передний диск похож на задние на некоторых грузовиках ставятся разные ступицы и задние колесные диски немножко отличаются по своей фактуре также тут присутствует массивный хромированный топливный бак с подножками и за кабиной есть также дополнительная защита плашка черного цвета также тут рабочее седло и задние фонари на этом грузовике просто обозначены красным лаком на некоторых моделях xo клеит декали на некоторых делает стекляшки на некоторых просто рисует красной краской не поймешь почему такая технология нельзя делать одинаково на всех моделях но видимо на чем-то экономят что-то делают на каждом экземпляре лучше и также еще одно замечание мне не очень понравилось как тут наклеили орнамент это декаль и как была ситуация с петербильд 359 декаль тоже закрывает некоторые элементы в данном случае это небольшое окошко на двери и также тут нет разделения в месте расшивки но при желании можно аккуратно лезвием вырезать данную декаль и сделать ее более реалистичной и давайте я откручу этот грузовичок от подставки покажу как у него сделана нижняя часть конечно проработка днища на моделях от xo уступает другим аналогам например от той же костромы но за свою цену это более чем хорошее изделие с учетом того что американские седельные тягачи в 43 масштабе практически не представлены и можно сделать небольшую доработку и посмотрел сейчас эти модели есть в открытой продаже они стоят около 30 евро в некоторых местах чуть дороже в некоторых чуть дешевле как найдете и за эту цену это более чем нормальное изделие журнальную серию обычно продают на аукционах за 50 евро и выше вот так выглядит пластиковая балансирная тележка присутствуют карданные валы также схематически изображена коробка передач нижняя часть двигателя она не окрашена и есть логотип xo models и вполне хорошо получилось сделать детализацию переднего моста и также тут виднеется винтик крепления кабины к раме и получается кабина крепится на двух винтах под крестовую отвертку покрышки тоже более-менее нормальные но это универсальная резина и такие покрышки ставятся на абсолютно все тягачи от xo models и конечно хотелось бы ожидать резину от maestro model чтобы переобуть эти американские траки их тоже выпущено довольно большое количество я думаю эта резина будет пользоваться нормальным спросом и также покажу вам предыдущие седельные тягачи которые есть в моей коллекции и например могу вам показать бескапотный freightliner эту модель я приобретал в прошлом году тоже очень симпатичная масштабная копия и по длине примерно одинаковые грузовики только один капотный второй бескапотник со спальным отсеком как раз вы можете посмотреть немножко отличается дизайн колесных дисков на бескапотнике они серебристые на капотной версии в хроме и точно такие же покрышки многие детали тут унифицированы и вот так выглядит передняя часть данного грузовика и покажу вам еще один капотник peterbilt 359 который копирует прототип 73 года и такие peterbilt выходили в двух вариантах окраски классический коричневый грузовик как с рекламного плаката и вторая машина была в красно-белом варианте окраски но мне понравился первый вариант и конечно xo впоследствии выпустит и другие схемы окраски и по-моему такой грузовик выходил и в белом цвете могу ошибаться возможно это был ford но что-то было xo регулярно на протяжении нескольких лет перевыпускает грузовики в разных цветах и пока что из всех грузовиков я вам не показал только peterbilt 281 насчет этой масштабной копии у меня спрашивали не купил ее в коллекцию хочу вариант киногероя из фильма дуэль но жду когда та модель выйдет в наборе с полуприцепом топливозаправщиком тогда уже и приобрету модель в коллекцию и также были разговоры о кинворд bullnose то модель я не планирую покупать потому что она из первых выпусков с упрощенной ходовой частью у меня такой bullnose есть от neo skill model в 43 масштабе это был предсерийный образец и не знаю будет ли он запущен в серию вот такая симпатичная масштабная копия которую я вам хотел показать в сегодняшнем видеоролике если вы думаете стоит ли покупать такой фритлайнер в коллекцию то я думаю можно взять эту модель если вам нравится схема окраски а если вы бы хотели другой вариант исполнения то стоит немножко подождать и иксо через какое-то время выпустит другие варианты этого грузовика если вам понравился данный видеоролик то не забывайте поддержать его лайком вступайте в мои группы в социальных сетях вконтакте и фейсбуке жмите на колокольчик также заходите на мой второй канал там тоже выкладываются регулярно видеоролики на масштабные модели из моей коллекции а на сегодня это все до новых встреч пока